Ребяточки, давайте уж раз уж такая ситуация пошла по поводу китайских автомобилей Немножечко побольше уделю им внимания, времени Просто поговорим и обсудим один очень важный момент Давайте начнем с того, что будем уважать друг друга И, например, мне было бы неприятно, если я купил себе китайский автомобиль Работы на нем у меня все в нем устраивает, он мне нравится Есть какие-то моменты, есть какие-то нюансы, но абсолютно не критичные Мне было бы очень неприятно, если бы кто-то начинал его люто обсирать Я понимаю, что количество диванных критиков и экспертов у нас очень большое Но все же давайте будем оставаться людьми У всех есть свое мнение, у всех есть своя точка зрения Но кричать и бросаться говном тоже не совсем правильно Итак, прежде чем я начну говорить о наших великолепных китайских автомобилях Давайте немножечко вернемся в историю Совсем недавно, по меркам истории, это 2010-2011 год Когда на рынок пришла такая замечательная модель, всеми нами сегодня любимая Как Hyundai Solaris, например Или Kia Rio В тех кузовах, которые мы знаем Потому что из Kia Rio-то сто лет в обед ему С брата лет поправить в меня Да-да, это все я прекрасно помню Ну так что же На эти машины была очередь Люди ждали по 6-7 месяцев для того, чтобы ее забрать Когда они ее уже оплатили Да, был бешеный спрос Но и ценники на эти машины были по 350-450-500 тысяч рублей Ну смешно, правда, да, по сегодняшним ценам Но Может быть кто-нибудь из вас помнит Но у первых Solaris, которые пошли в продажу в 2011 году Была совершенно интересная ситуация У них были проблемы, например, с задней подвеской На скорости машину в жопу начинала подбрасывать Влево-вправо При скорости 110 км в час и более То есть это я все к чему Это все к тому, что и к Корее когда-то Все относились с большой долей скепсиса Что типа, да вот, да все, это фигня А сейчас ее все любят и обожают С китайцами принцип несколько другой Китайский авторынок начал развиваться не так давно, как корейский Рынок, он не имеет такой истории И давайте вспомним лет 16-17 назад Были такие машины там, как Cherry Amulet, Cherry Fora, Boot F3 Вот эти все машины Я лично знаю случаи, когда на Cherry Fora Из-за того, что на сухомягкий металл На лежачем полицейском, на малой скорости Сыграл задний стекло, просто осыпалось на машине Просто осыпалось, потому что сыграл металл И они все гнили, это все было ужасно, отвразительно Но даже тогда их уже начинали покупать Потому что машина имела охренительную комплектацию Чем китайцы, собственно, и брали Низкой ценой и прекрасной комплектацией С люком, с кожей, рожей, климат-контролем, полным электропакетом И прочими приятными плюшками Сегодня китайцы пошли уже совсем по другому принципу Они поняли, что зачем что-то копировать Когда можно купить технологии Можно купить людей Которые, собственно, эти технологии производят Таким образом появились на рынке модели Которые идут в сегменте Zikar Lissian Это те бренды, с которыми китайцы выходят на мировой рынок Отступлю назад немножечко И когда, если вы помните, у Илона Маска спросили Чьи конкуренции вы боитесь больше всего? Он ответил Китая То есть он совсем тупой, глупый, ничего не понимающий человек Который боится конкуренции с Китаем Задумайтесь на секундочку об этом Теперь возвращаемся к сегодняшней реалии Есть автомобили И мы говорим, что да, для такси они не очень и подходят Ну почему? Потому что, конечно, если мы берем машину для себя И накатываем по 10-15 тысяч км в год То в течение 5-6 лет мы на ней катаемся весело и горе проблем не знаем Она у нас на гарантии, на сервисном обслуживании И все замечательно И для таких людей эта машина классная Какие проблемы-то? Да, у нас большие пробеги Да, у нас большие накаты Сегодня Это огромное количество марок и моделей, которые зашли к нам на рынок Те дилеры, которые их продают Это вчерашние ребята, которые продавали Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Hyundai, Kia Они про них сами ни хрена не знают Люди, которые обслуживают эти машины, точно так же ни хрена не знают, потому что во всех этих машинах есть тонкости и нюансы И необходимо определенное количество времени, чтобы все это наладить, поставить на поток, чтобы было огромное количество магазинов, где продаются запчасти Как по кузовной части, как по кузовной части, так и по технической части На все эти машины Но на все на это, ребята, требуется время Как минимум еще года 2-3 А потом все будет точно так же, как было с корейцами Все будет этим забито, потому что это наша сегодняшняя реальность Если вы думаете, что все те бренды, которые Ну, понятно, что не они сами топнули ножкой и ушли с нашего рынка Завтра просто так вот возьмут и вернутся Их никто обратно уже так не пустит Уйти вы, ребята, ушли, но свято место пусто не бывает И место ваше заняли И заняли очень плотно И для того, чтобы в эту грядочку залезть обратно Вы должны предложить что-то такое интересное, чтобы вас туда пустили Дело же не в нас с нами конкретно А дело в общей ситуации, в экономике, в политике Там что-то с Китаем договоренности, вы же думаете, отсутствует? Нет Поэтому все это будет Касаемо коробок роботов Ложаться Роботы Это неполноценные автоматы С ними надо и пользоваться по-другому Эксплуатировать по-другому Обслуживать по-другому Все те первые машины, первые полгода, год, которые завезли Которые начали эксплуатировать Их надо адаптировать Их надо прописывать Ни людей, ни оборудования Ни знаний, ни пониманий Ничего этого на тот момент не было Поэтому эти машины сейчас начинают ложиться Одна за другой, постоянные проблемы и так далее Я вам могу ответственно сказать Что в течение ближайшего полугода Года эта ситуация начнет выравниваться Нет, она не станет идеальной Она начнет выравниваться И через год-два Мы выйдем уже на абсолютно нормальный рынок Более-менее приемлемого качества На все на это нужно время Китайцы делают машины Да, у них огромное количество сейчас косяков Но это тоже все устранимо Не косяк это только тот, кто ничего не делает Это тоже нужно понимать Поэтому есть модели более удачные Есть модели менее удачные К каждому моменту нужно подходить внимательно Изучить Собрать всю возможную информацию И тогда получить максимально удобоваримый вариант Для себя И если мы говорим про машину Которую лично я бы Себе взял под такси На сегодняшний день Это Fav Bistun B70 И в сочетании всего того Что мы имеем сегодня При всех плюсах-минусах Я выбрал бы исключительно Данный автомобиль Именно за его историю мотора За его историю коробки И по барабану Что он не русифицирован Все это проблема одного дня Да, китайские машины Я тоже не горю желанием Абсолютно Потому что понимаю все те проблемы С которыми мы сейчас столкнемся Но самая большая проблема Это реально отсутствие запчастей Потому что если кто-то Где-то мне сейчас ударит фару Или бампер Для меня это станет проблемой На этой машине А на нашем любимом корейце Это все решится По щелку пальцев моментально И это тоже риски Которые каждый должен понимать Когда он идет И приобретает себе автомобиль Все наладится И будет хорошо Не надо паниковать Верьте в лучшее Будьте добрыми И это к вам обязательно вернется Спасибо за внимание До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok